Проводя семинары, когда люди вскрывают свой внутренний мир и делятся, все больше в них высвечивается неуверенность в себе и зависимость от мнения других. Наша уверенность в себе – это наша ежедневная самодисциплина. То, что мы делаем тогда, когда никто не видит 24 часа в сутки, никто вас не видит, но вы это делаете пред Богом, пред своей семьей, пред своей совестью. Интеллектуально, духовно, физически, профессионально каждый день на протяжении лет. И слава Богу, то есть, когда ты проходишь не через один год такой самодисциплины, а через 20, 25, 30 лет, в этом случае у тебя уже слова звучат по-другому. Но когда у тебя слова звучат по-другому и те, кто слышит, не те, кто , а те, кто слышит. Они воодушевляются, они вдохновляются. Это им помогает двигаться по жизни, твои слова, которыми ты делишься абсолютно бесплатно. В сети десятки тысяч единиц видео, аудио и текстов. 20 лет все это писалось. Целая команда большая со всем этим работала. Ты все это даешь бесплатно, в общий доступ. Да, книга чего-то стоит. Попробуйте сдать книгу. Да, семинар стоит и дорого, потому что мы не пускаем туда болтунов, философов и никчемных туда-сюда интересующихся. Человек должен пройти определенный барьер, в том числе финансовый. Пусть накопит. Смог накопить себе на телефон? Пусть здесь тоже накопит. И тогда только он будет работать с должной отдачей. И даже проходя через этот барьер, люди и то с должной отдачей не так часто работают. Так вот, когда они к тебе начинают хорошо относиться, тебе начинают хорошо говорить. Там, здесь, там, здесь хвалите. Кому-то это не нравится. У кого-то большое я, ему это не нравится. Да кто он такой? Что имам? Ты посмотри, у него бороды нет. А чего это он себя назвал богословом? А чего это он хвалит свои книги или свои семинары? А какая разница? Если я написал книгу, я в нее вложил часть своего, не только интеллекта, не только жизненного опыта, но и часть своей души. Я люблю ее. Я хочу, чтобы другим она принесла пользу, поэтому я говорю о ней хорошо. Но книга стоит денег. И если кому-то она не нужна, я свои книги не раздаю, как очень часто бывает, мог бы договориться с всякими там благотворительными организациями, раздавать людям, что вот ради Аллаха, ничего подобного. Специально не раздается, она только продается. Кому нужно, возьмет. Как в свое время, я когда в Коране прочитал, я это очень большой для себя сделал вывод. Когда Аврааму говорится, что ты восстанови Кабу, призови людей. Посреди пустыни, никого нет. Посреди пустыни, ни интернета, ни радио, ни телевидения. Призови людей. Они придут из самых отдаленных уголков мира к Атекабе. Те же самые знания в соцсетях. Я не являюсь кем-то финансируемым, ни государством, ни какими там богатыми людьми, ни какими-то фондами. Мы работаем, как команда работаем, выкладываем все по полной многие годы. Это не просто те, кто из вас с этим сталкивался. И ты, когда знаешь, что через какое-то время у тебя такие расходы. Тебе нужны эти серверы оплачивать, или такое оборудование покупать, или зарплату давать – это все очень непросто. Но ты в этом процессе находишься. Тебе это интересно. Ты людям приносишь пользу, в том числе. Этот процесс человек верующий понимает, в Коране говорится и многократно говорится, я вам объявлю о том, что вы делали. Делать, когда никто не видит. Делать, когда ты среди людей. Делать, когда кто-то тебя обливает грязью. Заказные статьи самого разного характера. Под видео будет текст. Я специально этот текст написал. Получилось так, что мне прислал один мой хороший знакомый, прислал на почту, говорит, вот там начались там в соцсетях вот так, вот так, вот так, человек там что-то у вас спросил, а вы его забанили, он недоволен и теперь целую волну поднял. Да хоть шторм, мне абсолютно наплевать и все остальное на. Мне это не важно. Когда у меня человек о чем-то спрашивает. Ну, например, там один человек на днях у меня спросил, что же он там спросил. А вот там вот то, он как бы свои всякие переживания, мир очень материализован, он катится куда-то там в какую-то пропасть, еще что-то, еще что-то. Что вы по этому поводу думаете. Вы знаете, что я ему ответил, при том, что я не обязан отвечать. Это моя публичная страничка, хочу отвечаю, а хочу нет. Что я ему ответил. Вот такая там есть мордашка, которая задумывается, палочку поставил и мордашка, которая смеется до слез. Он говорит, но я хочу от вас серьезного ответа. Не будет. Это, понимаете, тот уровень, на который вы сейчас проходите. Если даже я вам отвечу, вы его не поймете. Вы не поймете. Вы как рыба в воде, вы не видите, где вы находитесь. Вам нужно развиваться. Да, скажете, ну, Даша, мне нужно твои книги читать. Абсолютно не нужно. Оставайтесь на своем уровне. Делайте, что хотите. Мне-то какая разница до этого. Самые разные вещи когда происходили. Даже однажды умудрились СМИ из меня вытащить одно предложение, я это давно уже не смотрю, одно предложение вытащить, его преобразить и поставить комментарий к словам Рамзана Кадырова. Причем получилось, что я очень оскорбительно в его адрес высказался. Хотя я не о нем говорил и не его комментировал и вообще абсолютно ничего подобного. Он мне позвонил и говорит, зачем, Шамиль, ты это сказал? Я говорю, да я вообще не знал, что вы это сказали, что это вот так преподнесут. Да я это вообще о другом совсем говорил. Лживость средств массовой информации я давно уже вот так этим наелся. Поэтому уже давно этому не верю. Даже иногда редкие сейчас интервью даю, редко. И то, даже недавно Би-Би-Си, я дал комментарий на Би-Би-Си, и то они умудряются вот согласованный текст, и то кусочек от него оставят. Еще неизвестно, какой он текст будет. Реальные таковы. Поэтому канал на Ютубе ТВ Ума. В Телеграме, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграм, ума.ру, айтреллинир.ком. Огромное количество ресурсов, аудио, видео. Вот в этих направлениях мы движемся, но только для тех, кто видит в этом пользу. И только. Я не хочу миру чего-то доказать. Я не собираюсь баллотироваться ни в депутаты, ни в муфти, ни тем более в президенты, еще что-то. Мне не важно, что кто-то обо мне что-то там плохое думает. Специальные целые статьи писались, когда еще в конце 90-х я писал по проблемам саляфизма, чтобы люди потом не уезжали в горячие точки. Я им все это старался открыть. Идеологи саляфизма и вот этого все воинственного, радикального, начали на меня так нажать. Начали писать целые статьи. Заблуждение Шамиля Аляудинова. Один недавно мне пишет. Он где-то эту статью увидел. Ну, Шамиль, ну вы сядьте с ними за стол переговоров. Но парень вообще не понимает, что эти войны, саляфиты, хабашиты, все остальные, они идут веками. И я к этим вещам и течениям отношений не имею, мне это не интересно. Моя задача аят, хадисы, мусульманские ценности донести сегодняшним языком и именно тем, кому это полезно. Кто видит в этом пользу. И пока я жив, я знаю, что я хочу сделать. Я просто молю Бога, чтобы успеть вот это написать, вот это доделать, вот это доделать. Все. И то, что с годами, слава Богу, и книги, они продаются, и семинары продаются. Люди получают пользу. Я очень рад. И какой-то есть процесс того, что у нас есть в том числе финансовые источники через то, что мы делаем, это очень сложно. Тот же самый врач, тот же самый учитель или имам, чтобы настолько оттачивал свое мастерство, чтобы потом вывести на рынок какой-то продукт, который другие будут покупать, это очень сложно. Опять же, с Божьей помощью в этом явился живым примером. И людям говорю, я не в финансовой сфере нахожусь, но, слава Богу, я имею материальный достаток и независимость. Но те, кто меня критикуют, еще тогда критиковали в конце 90-х и потом, и заказные статьи, и такие, и сякие, и самые разные. Уважают чужое мнение касательно меня и моей деятельности. Да. Конечно же, уважают. Это полезно. Это интересно. Это заряжает. Но тех или иных, если я вижу какую-то грубость, или я вижу, что человек там начинает умничать, или еще что-то. Я не сразу баню. Но в какой-то момент, я считаю, это, понимаете, это тот источник информации, который я с Божьей помощью многие годы уже создаю, делюсь этими знаниями. И если я чувствую, что человек здесь как-то переходит на личности, где-то что-то, уже что-то не то, я не хочу ничего ему доказывать. Я просто баню и все, и до свидания. Поэтому, я уж не говорю про тех, кто меня обзывает кафирам и так далее. Да сколько хочешь так думать. В сонный день разберемся. Это вообще, это меня вообще не беспокоит абсолютно. Даже, когда были угрозы касательной жизни. Как ездил, мне сказали, что минуты хотя бы оружие при себе иметь. Как ездил в тот период через темный лес на велосипеде, так и дальше ездил. Потому, что тот, кто угрожал по телефону, причем очень профессионально, да сам, я думаю, в штаны обосрался. Пока звонил, мне все это высказывал по чьим-то поручениям. Поэтому, вы должны понимать, если вы чего-то хотите донести до мира. Вы сценарист. Вы писатель. Вы художник. Вы музыкант. Вы богослов. Вы химик. Вы физик. Вы предприниматель. Уверенно в себе сохранять очень сложно. Это каждодневная работа с собой. И именно особенно в те моменты, когда никого рядом нет. И у вас есть жесткая, железная самодисциплина. Уверенно в себе сохранять на каждом уровне становится сложнее. Потому, что у вас появляется больше сторонников. Или больше покупателей ваших услуг. Или ваших товаров. В то же время появляются где-то конкуренты. А где-то и противники. А где-то и те, кто хочет за счет вас какой-то пиар себе сделать. Не вопрос. Уважаемые мнения. Те, кто меня критикуют или мои труды. Классно. Это дает мне возможность увидеть себя со стороны. Но в то же время, никогда. Как однажды одна статья вышла. Представьте себе, люди до чего додумались. Как я потом один из них мне признался, что это они писали несколько региональных муфтиев. В начале двухтысячных, увидев во мне конкурента. И что на меня определенная идет ставка политическая. Они такое написали, что, как мне сказали, меня после этого на 15 лет внесли в черные списки. И пусть. И я никому из них ничего плохого не желал. Они своего достигли и свое уже растеряли. При своей жизни. Это их дело. Они такие вещи там про меня, что я все, какие на тот момент были тряси, группировки, что я все поддерживаю. И что Шамиль Алиудинов сказал, кто проголосует за Путина, тот кяфир. Это были первые. До этого прошли. За несколько месяцев прошли первые. Еще первые. В начале двухтысяч первой. Первые выборы Путина в президент. И они умудрились в цитату поставить. Шамиль Алиудинов сказал, кто проголосует за Путин, тот кяфир. Представьте себе. Я говорю, вот что, совсем что ли. Потом, когда один из них признался. Ну, там, Шамиль, вот так вот. Я так даже не думал. И мне это вообще не интересно было. И когда мне сказали, нужно ответить, Шамиль, ты что, такая статья взрывная, везде в интернете пошла. Это старое было. Уже сейчас вы в интернете этого не найдете даже. Назывался Война Муфтиев. И что? Я ничего не ответил. И не собирался. Не собираюсь. Почему? Жизненный срок ограничен. Каждый из нас, кто хочет стать профессионалом в своем деле, неважно в любой сфере. И неважно, что вам будут говорить. Вы должны стать. Вы чувствуете внутренний посыл. Вы чувствуете Божественное благословение. И чем дальше, тем будет сложнее. Но ваши шедевры, ваша деятельность будет приобретать все более удивительный вид, удивительные формы. Открывать перед вами новые возможности. Но со всяким новым уровнем у вас будет возникать большая сложность, чтобы выйти еще на более высокий. И в том числе, самые разные языки. Еще когда был студентом, выучил. . И всегда, когда заказные вещи появлялись или еще что-то, или даже обоснованная критика, я вот это стихотворение себе напоминал. . Прояви терпение к хитростям. Хасуд – это очень сильный завистник. Прояви терпение к хитростям завистника. . Эти хитрости его, его же самого и съедят. . Огонь съедает сам себя. . Если не находит то, что есть. Я не хочу подливать ни маслом огонь, ни дров. Мне это абсолютно. Мне легче забанить и об этом забыть. А что там, где, на каких просторах интернета, что бы мне обсуждается? Да не важно, мне в Судный день не об этом спросят, а спросят . И одного Бога известного, у каждого свой срок жизненный. И когда ты видишь, что ты должен успеть сделать, тебе нужно успеть это сделать. Мне пришлось некоторый текст написать. Я решил. Потому что один из моих близких товарищей, который это задело, что там какие-то обсуждения начались, кто-то какую-то волну там начал. Мне пришлось написать, текст будет под видео. Но, я вам говорю, уверенность в себе и понятие, что имидж – ничто. Двигайтесь, несмотря ни на что. Пролом. Пролом. Мнение других. Да, есть конструктивная критика. Услышите, сделайте выводы. Станьте еще сильнее, еще мудрее, еще богаче, еще опытнее, еще набожнее. Еще больше вспоминайте о Боге. Но не вступайте ни в кем, ни в какие передряги. . В моей книге, да, в моей книге «Как увидеть рай». Найдите там несколько материалов есть про мусульманских богословов, в том числе про имама ас-Шафиай. Это просто. Я тогда помню, недели 4 я писал этот материал, проводил как раз вааз по этому поводу. Сильнейшая личность мусульманского богословия. Почитайте от начала до конца. Поймите, услышите текст, услышите, что с ним происходило в его жизни. Очень непростая была жизнь. И часто на полях своих богословских трудов он писал в стихотворной форме, как бы выливал свою боль. . Отвернись от невежественного глупца. Тебе скажут, как вы меня оскорбляете невежественным глупцом. Да не оскорбляй вас, не бери на свой счет. Все от тебя зависит. Возьмешь ты это на свой счет или нет. Но для меня, если я считаю, что эта вещь не интересна, в чем-то невежественна, я от нее отворачиваюсь. . В Коране говорится. Отвернись от невежественного. Ну, я не хочу кого-то оскорбить. Я просто правильно поступаю с ущрения моих каких-то этических норм. . Отвернись от невежественного глупца. . Все, что он говорит, это в нем. Все, что он говорит, чем хочет тебя оскорбить или задеть, эти проблемы, это его проблемы. Это в нем. Внутренние противоречия там и так далее. Сами продолжайте. . Громная река, движущаяся очень активно. И именно это в вопросе профессионализма, уверенность в себе, умение игнорировать чужие мнения. Важно быть рекой. . А для этого нужно, как я сказал, даже когда никто не видит, ты должен работать над собой. Даже когда ничего тебе не помогает, никто тебе ничего за твою работу не платит. Ты должен все равно создавать свои шедевры. . Именно тогда они будут шедеврами. Потому что они пропитаны очень многими чувствами. Тем более, если верующие, то чувствами пред Богом. С мольбой о божественном прощении, божественном помиловании, божественном благословении. Быть рекой. Если эта река Мадуро, никогда Ефрату не будет вреда от того, что несколько собак проплывут вброд. Что несколько собак, пусть они вонючие, грязные, пахучие и так далее, проплывают речку. Да не вопрос. Река там столько воды. Она все, все эту грязь, дела, дела и еще раз дела. Не важно, что кому-то что-то я не нравлюсь. У меня этого нет. Или то у меня есть. Или так я что-то сказал. Или всякое что-то сказал. Ты как хочешь, так и думай. Не нужно тебе из этого источника вода напиться, знания получить. Да не надо. У меня нету каких-то там сторонников, каких-то организаций вокруг себя. Я не шейх, не устаз. Хотя люди говорят, будьте моим устазом, будьте моим шейхом. Да зачем? Я просто делюсь знаниями. Формулирую их. Бери у меня, у другого третьего. Делай свою жизнь земную и вечную лучше. Пусть даже человек безбожник возьмет эти очень важные, тем более практически прочувствованные ценности, примененные ценности. Возьмет для себя, пусть даже человек неверующий. Это приукрасит его жизнь земную уже. Это важно. Это ценно. А потому будьте выше того, чтобы кому-то чего-то доказывать. Делитесь. Щедро делитесь. А что-то умейте сделать настолько качественным, настолько пусть оно продается. Чтобы вы на всех этапах своей жизни с Божьей помощью всегда были, в том числе, финансово независимы. Великобритании. Продолжение следует...